Сегодня в новостях. Redmi Note 4, свежие красивые наушники, новый фаблет от HTS, ну и флагман от LG. Ну а я как обычно Макс, всем привет, перейдем к новостям. В сети появились фотографии, а также свежая информация о фаблете HTS U Ultra. По спецификациям известно, что процессор будет самый свежий, Qalcom Snapdragon 835, 4 гигабайт оперативной памяти и 64 встроенной. Также вероятно, как и обычно будет поддержка карт памяти. Аппарат не обошелся и без модной двойной камеры на 24 мегапикселя, плюс 13. Ну а для селфи предусмотрена камера на 16 мегапикселей. Дисплей здесь 6 дюймовый, а разрешение 2К. Аккумулятор на 4000 мА. Презентация назначена уже на завтра. Мне лично данная фирма всегда очень нравилась. А также меня лично устраивают данные размеры дисплея. Полноразмерные наушники от компании Pioneer. Беспроводные и проводные. Звучание в обоих, естественно, превосходное. Благодаря драйверам 40 мм. Музыка воспроизводится в хирес высоком качестве. По остальным характеристикам можно посмотреть на официальном сайте. Важно другое. Они выглядят просто обалденно. И так как я люблю послушать музыку, но лично мне удается это сделать лишь когда я иду по городу, потому что только в этот момент я ничем не занят. И то, если не тестирую что-то. И думаю, для большинства людей это так же. Так что данные наушники будут прекрасным приобретением. Я бы, конечно, выбрал беспроводную версию. В коричневом варианте. Так как они обладают NFC, блютузом, микрофоном, а также имеют систему подавления шума. И главное, работают они непрерывно 12 часов. Чего мне лично хватило бы на 12 дней. Так как слушать удается не так уж и много времени. Хотя в такой автономности их можно использовать дома. Сидя за компьютером хоть весь вечер. Да, и кстати, стоимость наушников не такая высокая. За качественный звук. От 5000 рублей и до примерно 10000 рублей за беспроводные. LG G6. Стало известно, какой у него будет дисплей. Компания LG анонсировала его отдельно. Соотношение сторон данного дисплея необычное. 2 к 1, либо 18 на 9. Это отличается от стандартных дисплеев тем, что он более вытянутый. Ну а размер 5,7 дюймов. А разрешение 2К. Также дисплей обладает технологией InTouch, которая снижает задержку при касаниях. Также он сделан наиболее компактным, то есть по ширине и толщине, нежели дисплеи конкурентов. LG постоянно стараются улучшить качество и внедрять новые технологии. А данный новый смартфон LG G6 покажут уже на выставке МВЦ 2017 в конце февраля. И радужная новость для любителей линейки Redmi Note. Xiaomi готовит международную версию Redmi Note 4, которая будет работать на процессоре Qoom Snapdragon 652. Наконец-то! И модель, вероятно, не будет ничем отличаться от простого Redmi. Показать данное устройство, если утечка верна, должны в ближайшее время. И об этом я обязательно расскажу. Ну а также в эти новогодние праздники произошло следующее. В Pokemon Go снова начали много играть. Ну и понятно по каким причинам. И всего лишь за неделю праздников создателям игры принесло 22 миллиона долларов. Что равно показателям июля-сентября 2016 года. Watch App побил собственный рекорд. В канун нового года пользователи отправили 63 миллиарда сообщений. Что лично мне напомнило Новый год в России в начале 2000 года. Когда звонки просто не проходили. Сети были перегружены напрочь. А сообщения приходили и вовсе в конце 1 января. Пишите в комментариях кто помнит эти времена. Также в начале января анонсировали PlayStation 4 в белом цвете. Так сказать зимнюю новогоднюю версию. Жаль, что это они сделали не к праздникам. И в продажу данная консоль поступит лишь 24 января. Ну а на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И если вам нужна помощь в выборе техники или смартфона обращайтесь на наш портал. Желательно в группу ВКонтакте. Удачи всем и пока.